Многие считают, что позвоночник это главная ошибка цивилизации, но посудите сами, около 80% взрослого населения страдает от боли в пояснице. Но правда-то в том, что позвоночник прочная структура, мы просто неправильно его используем. Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Субтитры создавал DimaTorzok И инструкцию по применению спины сегодня нам расскажет человек, который об этом знает все. Это Сергей Сергеев, врач-нейрохирург, заведующий отделением нейрологии больницы Пирогова. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. 202-11-22, телефон прямого эфира. Звоните к нам в студию. Сергей Михайлович сегодня отвечает на ваши вопросы. Я вообще думаю над темой нашей программы. И мне кажется, что последние 100 лет это привели к тому, что двигательная активность человека сократилась примерно, наверное, на 50%. Насколько я могу судить о столетии. Впечатление такое, что сама цивилизация наступает на наш позвоночник. Ну да, вы правы, конечно, потому что за последние 100 лет, как вы сказали, человек в общем-то сел в автомобиль, в трамвай, в троллейбус, меньше двигается, меньше ходит. И отсюда есть проблемы со спиной. Нередко мы слышим такую фразу, что болезнь позвоночника – это наша расплата за вертикальное положение. Но есть ведь и другие версии вообще. Так ли это? Ну, в принципе, вы правы. То, что мы сказали, что мы стали меньше двигаться, меньше ходить. Естественным образом загружать спину. Больше сидим, больше лежим. И отсюда все эти неприятности. Сергей Михайлович, почему все-таки, если говорить о позвоночнике, чаще всего боли возникают в нижней части спины, в пояснице? Ну, потому что это самый нагрузочный отдел поясничный. Вся нагрузка тела человека идет на поясничный отдел. Ну, в последнее время, кстати, шейный отдел, грудной отдел, в общем-то, практически уже мало уступает. И, честно говоря, мы делаем очень много операций на шейном отделе позвоночника. Практически так, ну, один к двум. Это соотношение. А кто ваши пациенты? Это женщины, мужчины? Какого возраста? Может быть, каких профессий? Ну, пациенты у нас самые разнообразные. Особо нет разницы между мужчинами и женщинами. Практически примерно одинаковые. Пятьдесят на пятьдесят. Ну, профессии, честно говоря, тоже самой особой такой статистики нет на то, что если человек тяжелой профессии, то не обязательно будет проблема спиной. Нет, не обязательно. Очень много страдает людей с болями в спине, именно таких вот легких, что ли, профессий, там, кто работает за компьютером, кто много сидит. Они очень часто страдают. Мне один из докторов в приватной беседе сказал, что болезни позвоночника неизбежны для человека. Означает ли это, что он просто-напросто изнашивается в течение времени, и действительно мы все обречены? В самом деле ткани у человека все изнашиваются, включая ткани позвоночника. Вот, в принципе, с двадцати трех лет сто процентов населения уже страдает в той или иной степени заболеванием позвоночника. Но изнашивать тоже, наверное, по-разному можно? Ну, тут есть, конечно, еще и генетический аспект. У кого-то соединительная ткань более надежная, что ли, поэтому изнашивается меньше. А вот у кого-то здесь прослеживаются генетические особенности. Нередко бывает, что я оперирую, допустим, сына, сестру, родителей этого пациента. То есть прямо в семье это дело прослеживается довольно-таки так прилично. Для тех, кто только что подключился, напомню, телефон прямого эфира 202 11 22. Звоните к нам в студию, потому что сегодня у нас человек, который знает все про болезни позвоночника. Это нейрохирург Сергей Сергеев. И вот боль и болезнь – это ведь, в общем-то, не одно и то же, да? Вот как различать симптомы, которые должны беспокоить, которые не должны? Ну, в принципе, боль – это проявление болезни. Всегда? Да, как правило, заболевания позвоночника, они сопровождаются прежде всего боли им на спине. Ну, если происходит какая-то дегенерация, изменение структуры в дисках, в связках, в позвоночном канале, то здесь уже начинают страдать и руки, ноги, допустим, какие-то простреливающие ощущения в грудной клетке, в живот даже бывают такие непонятные прострелы у человека. Это все связано с заболеванием позвоночника. Но при этом не при каждом же, наверное, сигнале болевом нужно обеспокоиться и сразу же идти к доктору? Да, правильно. Боль в спине – это, в принципе, довольно-таки естественный процесс у любого человека. Чтобы эти боли не носили какой-то устойчивый характер, и изматывающий, и изнурительный для пациента, а тем более, если присоединяются вот эти изменения, которые я сказал, прострелы со спины в ногу или в руку, то тогда надо, да, обращаться к врачам. Сергей Михайлович, а вот есть, кстати говоря, недопонимание, к каким врачам обращаться? Потому что сегодня появилось много малознакомых нам специализаций, например, вертебролог, тут же и нейрохирург, тут же и невролог, то ли к терапевту. Но прежде чем мы будем отвечать на этот вопрос, давайте сначала зрителей послушаем. Алло, здравствуйте. 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 Меня Лариса зовут. Да, Ларис, слушай. Хочу вот такой вопрос задать. Я два года пью деклофенак от боли в позвоночнике. У меня грыжа позвоночника, но после удаления камней, дробления камней, утро дистанционно, у меня боли возникли. Получилось, как травма позвоночника. Можно ли мне помочь? У вас, сделав там, либо отклады, какую-то помощь оказать? Спасибо за вопрос. Прежде всего, конечно, надо обследоваться, делать исследования, прежде всего, МРТ или КТ позвоночника, чтобы уже определить тактику лечения. Потому что боли, они могут быть связаны, собственно говоря, с каким-то изменением в связках, в мышцах позвоночника. Это требует консервативного лечения, то есть без операции. Если там есть какие-то изменения уже структурные, связанные с компрессией позвоночного канала, тогда здесь уже есть показания к операции. Но изначально надо сделать МРТ. Сергей Михайлович, ну вот как раз, так говоря, в тему моего предыдущего вопроса, и вот поскольку Лариса спрашивала, можно ли непосредственно к вам куда-то в клинику обратиться, это первый вопрос. И второй, а вообще к кому? К какому доктору? Ну, вообще, надо обращаться, прежде всего, к неврологу, так сказать, это, в принципе, первичное звено всех вот этих ощущений болевых в позвоночнике. Они уже определяют, так сказать, во-первых, и объем исследования, и если нет показаний к операции, они занимаются сами лечением этого процесса. Если нужна операция, направляют к нарихирургу. Я думаю, что ваша фамилия все равно на слуху, и если человек хочет непосредственно к вам. Есть ли такая, всегда ли есть такая возможность? Пожалуйста, у нас есть постоянный прием, это, в общем-то, есть в больнице, я принимаю всех пациентов из города, из области, можно записаться ко мне на прием. У нас есть в больнице колл-центр, вы туда звоните и записывайтесь. Еще один звонок. Алло, здравствуйте. Алло, слушаем вас, здравствуйте. Спасибо, что вы затронули эту тему. Я бы очень хотела записаться к вам, и можно это попасть по полису. По полису ОМС, да? Да, бесплатно, я пенсионерка. Да, конечно, мы принимаем по полису, прежде всего. Вот, я оставил в студии телефон нашего колл-центра, пожалуйста, звоните в студию, уточните этот телефон, и будем рады вам помочь. По полису? По полису, конечно, прежде всего. Отлично. Сергей Михайлович, диагнозы остеохондроз и межпозвонковая грыжа ставят, наверное, практически всем пациентам, которые обращаются к доктору по поводу боли в спине. Но есть статистика, что лишь 15% этих болей обусловлены именно этими заболеваниями. А как много вообще причин, которые приводят к болям в позвоночнике? Ну, прежде всего, я хотел бы сказать, что все-таки вот часто пациенты говорят, что вот у меня там 10 грыж, там еще сколько-то, 8-7. Вот, на самом деле, грыжа, что такое грыжа диска? Это выпячивание диска. Грыжа диска, наверное, все-таки звучит довольно-таки так, ну, грозно, что ли. Просто выпячивание диска, можно сказать, протрузия. Выпячивание диска, там, 3-4 миллиметра, это, в принципе, даже естественный процесс для дегенеративного процесса. Грыжа диска, это уже действительно такой степень этого выпячивания, там, ну, 6-7 и больше миллиметров. Тогда уже вот это, что называется, тема работы для нарихирурга. А грыжа, общие понятия выпячивания, это лечится консервативно. Прежде всего, я бы все-таки хотел сказать всем пациентам, изначальное вот условие для нормального функционирования позвоночника, это все-таки регулярные занятия физкультурой, фитнесом, лечебной физкультурой. Потому что необходимо укрепить мышечный корсет вокруг, значит, самих позвонков, дисков, чтобы он страховал связки, диски от внешнего воздействия. И тогда пациенту будет значительно легче, у него будет меньше обострений с этим связанных, и они будут менее выраженные и менее болезненные ощущения. Потому что заниматься надо регулярно каждому человеку, это полезно и здоровому человеку, уж тем более, если есть какие-то выпячивания, протрузивания дисков. То есть неправда говорят, что хирурги сразу резать, не дожидаясь перитонита? Нет, конечно, надо делать все по показаниям. Ну, в принципе, если я сказал, с 23 лет 100% населения страдает заболеванием позвоночника, то, если так вот брать в процентном соотношении нуждающихся в операции, ну, это примерно 3-5% из этого количества. А все-таки причин-то много, кроме грыж и остеохондроза для болей в спине? Конечно, это не только грыж и диск, часто бывает какая-то нестабильность в позвоночном сегменте, сползание позвонков, сколиозы, искривления, травмы, последствия травмы. Это все вызывает боль в спине и требует различного вида лечения, в том числе, прежде всего, консервативного, физкультуры, гимнастика, физиопроцедуры. Вот, операция, это уже такой шаг достаточно, ну, скажем, крайний, когда уже необходимо исправить те структурные изменения, которые возникли у пациента. Давайте еще один звонок послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, могу ли я вот, это самое, попасть вам на консультацию? У меня на руках крючили пальцы. Ну, основное заболевание у меня из перинга милобульбии, но вот на руках пальцы крючили. Можно ли мне помочь чем-то? Да, спасибо. К вам ли это, да, или это к ревнотологу? Ну, в принципе, это к нам, поскольку я так, честно говоря, не очень понял, но, в принципе, я так понял, что это сиринга милей, изменение структуры спинного мозга. Вот, поэтому, да, это, в принципе, к нам. Пожалуйста, записывайтесь к нам на прием. Делайте МРТ, если оно есть уже с этим МРТ или со свежим МРТ, приходите на прием. А вы с нами еще? У нас отключен звонок, да? Я хотела спросить, обращалась ли к кому-то уже женщина. Ну, окей, напомню зрителям 202.11.22, это телефон для звонков в нашу студию. На звонки сегодня отвечает врач-нейрохирург Сергей Сергеев. Мы говорим про болезни позвоночника. Вот остеохондроз в переводе с медицинского на русский, если я не ошибаюсь, это какие-то изменения в костно-хрящевой ткани, да? Ну, в принципе, да, вы правильно сказали. Примерно. Это изменения дегенеративные, то есть то, с чего мы начали, все изнашивается в организме человека, любая ткань. Сергей Михайлович, ну такие-то изменения, они ведь практически у каждого взрослого человека на земном шаре существуют, но тем не менее у одних боли есть, у других нет. Ну, опять-таки мы говорили уже о гигенетических аспектах, степени выраженности болевых ощущений. Потом каждый человек по-разному переносит боли. Вот при одном и том же диагнозе, допустим, или при одних и тех же изменениях на МРТ, то, что мы видим, какие структурные изменения, пациенты по-разному эти ощущения переносят, потому что есть эмоциональная сфера у человека, который эту боль переваривает, что ли, не совсем так, как хотелось бы всем окружающим, и прежде всего страдает этот пациент. Все-таки эмоции здесь надо немножко убирать и стараться понимать, что боли есть у всех в спине. К сожалению, они есть и у меня, есть, извините, не буду говорить о ком. К вам, да-да-да. Вот, поэтому надо с этим жить, просто боли, связанные с проблемами позвоночника. Но чтобы их минимизировать, что ли, здесь нужна физкультура, гимнастика. Это очень такой правильный подход. Фитнес, так сказать, образ жизни, он достаточно правильный на эту тему. У нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня вопрос к Сергею Михайловичу. Скажите, при болезненном, ну, в спине, в нижней части позвоночника боль, причем постоянная, она у меня, я лечусь и уколы сделаю, но у меня вопрос другого характера. Могу ли я пользоваться велотреком носным? А у какого доктора, по какому профилю вы наблюдаетесь? У хирурга. У хирурга. По поводу коленей. Велотрек – это, так понимаю… Это велосипед, да? Крутите педаль. Это для конечностей. Вот сидишь на кресле, а внизу такой вот педальный, скажем. Домашний велосипед, скажем. Ну, да, да. Ну, это общая нагрузка для, собственно, большей сердечной системы, а для позвоночника это не совсем хорошо, потому что вы сидите, вы даете нагрузку на позвоночник обычную, так сказать, неправильную. Вот, лучше в лежачем положении укреплять мышцы пресса, мышцы спины. Вот, какие-то такие тренажеры адаптированные для горизонтального положения. Давайте сейчас мы посмотрим небольшой сюжет, узнаем, что же произошло в медицине, в здравоохранении нашего региона за ту неделю, что мы с вами не виделись. В нейрохирургическом отделении больницы Пирогова провели уникальную операцию на позвоночнике. Пациенту установили искусственный диск в поясничном отделе. В Сызранской городской больнице смонтировали новый компьютерный томограф. Для работы на нем врач-ренагинолог прошел дополнительное обучение в Санкт-Петербурге. Теперь в городе будут работать два аппарата. В Самаре увеличили количество бригад скорой помощи. В настоящий момент работают 65 экипажей, в числе которых общепрофильные, специализированные и инфекционные. В регионе планируют ввести новые ограничения в связи с пандемией коронавируса. Гражданам 65 плюс нельзя будет заниматься спортом в закрытых помещениях. Запретят новогодние корпоративы возможны новые решения по дистанционному обучению. Сергей Михайлович, вот первым пунктом нашего медицинского дайджеста была как раз операция, которую вы буквально на днях провели у себя. И мы говорим уникальная. Но уникальная, она не единственная. Я так понимаю, что ваше отделение провело в последние, скажем так, годы несколько операций, которые были проведены впервые в стране. Простите, что я вас с мыслей на мысль, но у нас есть звонок. Давайте сначала ответим, потом поговорим об операции. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Моей мамой болит сильно спина. Врач говорит, что это остеохондроз, но мама не делала ни рентген, ни НРТ. Как проходить диагностику? Да, спасибо. Кстати, тоже хотела про диагностику вас спросить. Диагностику должна идти, собственно говоря, от минимальной, что ли, до более сложной. Но прежде всего это осмотр нужно провести у невролога, с чего мы начинали. Потому что это первичное звено, первичный осмотр, и уже невролог определит те исследования, которые необходимо провести. Ну, обычный рентген, посмотреть какие-то там изменения могут быть, структурное смещение позвонков, нестабильность позвонков. И, собственно говоря, МРТ, вот то исследование, которое нам поможет разобраться с диагнозом. Мы там видим и структуру костей, связок, дисков, состояние позвоночного канала. Это очень важно. Сергей Михайлович, а вот смотрите, чаще всего приходишь, когда к участковому доктору, МРТ тебе предлагать не будут. Ну, может быть, рентген. Нужно ли настаивать, или нужно ли самому пойти и сделать? Ну, как правило, невролог, он понимает, что у человека действительно есть проблема, и есть боли в спине, устойчивые. Он, естественно, направляет пациента на МРТ. Если нет, нужно проявить инициативу? Ну, лучше подойти к неврологу и поговорить, что в самом деле у него болит, у пациента. Я думаю, все доктора у нас достаточно грамотные и понимают, что происходит с пациентом, и знают тот объем исследований, который ему будет необходим. Прежде чем об операциях, еще один звонок примем. Алло, здравствуйте. Ну, совсем не слышно. А мы вас слышим. Говорите, пожалуйста. А к доктору обращались? Я к Еру Патулу обращалась, а они, представляешь, а ты, говорит, по три, и все. Это что это за доктор, Еру Патулу? Смотри, чего по три, у меня уже не сплю я. Спасибо, мы поняли. Ну, сложно, так сказать, себя оценивать по телефону состояние пациентки, какие у нее тут конкретные жалобы. Ну, это такое впечатление, что просто сосудистые изменения есть в сосудах. Правильно обращаться к неврологу в данном случае? К неврологу и к терапевту. И тут, может быть, нужен сосудистый хирург. Поэтому нужно идти к доктору на прием и уже конкретно говорить. Сергей Михайлович, все-таки про операции, да. Про операции, да. Ну, вот на прошлой неделе мы сделали операцию, в самом деле уникальную, установка поясничного диска из правостороннего доступа. То есть обычно принято делать из левостороннего доступа, потому что этот доступ, можно сказать, проще. Хотя даже вот левосторонний доступ, он крайне сложен. И у нас в стране, ну, на пальцах одной руки можно просчитать тех хирургов, которые владеют этой технологией. А уж правосторонний доступ, это, собственно говоря, ничего никто не делал. И в самом деле там есть суперсложности. Вот. Просто эту операцию я, ну, привез, можно сказать, из заграничных командировок. Я был в Германии во многих клиниках, видел, как оперируют доктора. В основном тоже слева. Но в двух клиниках вот было два доктора, которые делают право, справа. Почему справа? Потому что если возникает у пациента на будущее какие-то, ну, проблемы с этим установленным диском, то слева будет уже сложно зайти, потому что там была операция. И вот эти рубцы послеоперационные, они будут мешать этому входу комфортному для хирурга. А справа этот хирург не владеет технологией. То есть вот такие вот опытные хирурги, они оставляют шанс на ревизию при необходимости для пациента. То есть думает о будущем пациента и о будущем того хирурга, который, ну, столкнется с, возможно, с этой проблемой в будущем. А что требуется для того, чтобы сделать операцию, которую до тебя никто не делал? Авантюризм. Что-то еще? Не знаю. Вот какой посыл? Нет, 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 ни в коем случае не авантюризм. Прежде всего, конечно, глубокие знания, уверенность в себе, в своей операционной бригаде, в своем оборудовании, в своей операционной в целом. Потому что мы готовы это были делать уже давно. Просто сами, вот, и сам я увидел эти операции у этих хирургов западных. И вообще очень интересная тема, потому что, представляете, у нас, допустим, прооперируют, ну, и там дальше, после меня, хоть потом, да? Ну, к примеру, да? То есть этот хирург думает о будущем этого пациента. Он владеет этой технологией, сложной технологией, но оставляет шанс другому доктору и пациенту на выздоровление. Давайте еще звонок послушаем. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Да, слушаем вас. Я бы хотел, я бы хотел передать большое спасибо и глубокую признательность уважаемому доктору Сергею Михайловичу. Если вы не забыли, Сергей Михайлович, это Сергей Селимович. Ой, как мы любим такие звонки. Спасибо. Это было больше 22 лет назад. Этот человек забрал своими руками, сделал уникальнейшую операцию. И сделал так, что я больше не обращался ни к одному доктору. Вы хорошо себя чувствуете? Ну, как вам сказать, хорошо чувствую? О здоровье не говорят, хорошо или плохо. Ну, по крайней мере. Не бойтесь. Я выражаю сердечную благодарность уважаемому новому человеку Сергею Михайловичу. Это врач от Бога. Таких врачей в Самаре очень мало. Спасибо вам большое. Спасибо большое. И вам спасибо за звонок. Всего вам самого доброго. Спасибо. Благодарю вас. Очень приятно получать такие звонки, нам точно. И об операциях, да. Мы же привыкли все равно, рефлекс какой-то, смотрим на Запад. Как что-то случается? Наверное, надо искать специалистов где-то за рубежом. Ехать куда-нибудь. А получается, что из-за рубежа-то к нам приезжают люди, да? Да, вот это, так сказать, мнение, что у нас все плохо, там все хорошо, оно однозначно неверно. Во всяком случае, вот по моей специальности, по спинальной хирургии, однозначно. Потому что мы делаем тот же самый объем операций, те же самые технологии, те же самые импланты, что и в мире. Устанавливаем, только мы делаем это, если мы говорим о западных пациентах, которые приезжают к нам. В принципе, они, эти операции у нас и дешевле, и качество у них не, так сказать, нисколько не меньше. Не просто дешевле, а в разы, насколько я понимаю, да? В разы, да, в разы меньше. Ну, даже в одной клинике, когда я оперировал, вот в немецкой клинике с одним доктором, с вторым, с третьим, один доктор просто великолепен, отлично оперует. Но с другим доктором, извините, я потому что я к такому доктору не пошел бы оперировать. Вот так вот. Все, да. Это однозначно есть, и говорит, что там все хорошо, у нас все плохо, нет. Безусловно. У нас в прошлом году приезжал пациент из Японии, чемпион Японии по бодибилдингу. Богатый человек, состоятельный, имеет спортзал в Токио. Вот, он ехал не, так сказать, не за демпингом сцену, а ехал, потому что мы предложили ему ту операцию, которая ему была нужна для продолжения его дальнейшей спортивной карьеры. Потому что я был в Японии позапрошлом году на симпозиуме, у меня там был доклад на английском языке. И, в принципе, я там уже понял, что что-то японцы вот как бы не совсем, так сказать, ориентированы в позвоночной теме. Может быть, от того, что мы говорили, у них образ жизни правильный, они занимаются и ростом маленький, едят рыбу, в общем, все, значит, мало болеет позвоночник, поэтому им там уделяют больше онкологии, каким-то сосудистым проблемам. А позвоночник у них немного в стороне, и вот этот японец мне говорил, что он обратился в несколько клиник Токио, и как-то вот ему не понравилось это все. То есть он нас прооперировали? Да, я его прооперировал, он поставил ему очень хорошую конструкцию, и он на третий день уже улетел в поэстичном отделе до Москвы, Токио, то есть такой длительный перелет. И он сейчас занимается, он сейчас выступает в Японии. Вот так вот после операции. Послушаем еще один звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос вот какой к доктору. Скажите, пожалуйста, а что вы думаете по поводу лечения у мануальных терапевтов? Я несколько раз ходила с несколькими специалистами, они любят, что называется, пощелкать по звонками, потом говорят, я все вправил, но проходит какое-то время, опять начинает болеть. Есть ли смысл ходить к мануальным терапевтам, или все то, что они делают, можно, не знаю, в честной физкультурой ставить? Актуальный вопрос. Актуальный вопрос, действительно, потому что мнение о мануальных терапевтах самое разное. Ну, я, в принципе, спокойно отношусь к ним, и есть очень высокий профессионал на эту тему у мануальных терапевтов. Что касается консервативного лечения, к ним можно ходить и нужно ходить, но надеяться пациенту на то, что сейчас вот меня там вправит доктор что-то, вот, и дальше все будет хорошо. Здесь нет никакой, поэтому дальше надо будет продолжать заниматься физкультурой, гимнастикой, о чем мы уже говорили, чтобы мы поддерживали свой позвоночник. Сергей Михайлович, ну дайте все-таки нам инструкцию по применению спины. Можно ли что-то сделать самим для того, чтобы не испытывать сильных проблем с позвоночником? Ну, прежде всего, надо понять, что проблемы будут со спиной у всех. Вот так вот. Да, к сожалению, потому что все изнашивается, в том числе, может быть, прежде всего, позвоночник. Ощущения будут? Вот, но чтобы снизить вот эти вот неприятные ощущения, это все-таки спортзал, бассейн, это вот, ну, пять раз в неделю необходимо однозначно заниматься, ну, хотя бы два-три раза. Надо заниматься не по десять, там, пять минут как-то, да, я занимаюсь физкультурой, там, чуть-чуть полежал, пресс покачал и все. Но надо заниматься серьезно, ну, сорок минут – это вот самый такой стандарт, минимум даже, вот, чтобы вот активно заниматься, укреплять мышечный корсет и поясничного, и грудного, и шейного отдела. Тогда проблем значительно будет меньше. То есть спорт? Спорт. Без поднятия тяжестей? Да. Итак, это была программа «Звоните доктору». Сегодня на ваши вопросы отвечал нейрохирург Сергей Сергеев. Мы говорили о заболеваниях спины. Спасибо большое, Сергей Михайлович. Удачи в работе. А мы увидимся ровно через неделю. До свидания. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова